Здравствуйте, дамы и господа, с вами снова Кравцев Сергей. Сегодня тема нашего выпуска о том, как же уйти от нарцисса. Все очень просто, дорогие друзья. Дело в том, что побег ваш от нарцисса в первую очередь зависит от двух вещей всего лишь. Первая вещь это то, что вы, естественно, сами не можете уйти от нарцисса. Понимаю, что да, в большинстве случаев, сейчас мы об этом поговорим дальше, нарциссы, они преследуют свою жертву, да, они не дают нам просто так от них уйти, просто так от них отделаться. Но, тем не менее, в первую очередь вы должны перестать высоко оценивать нарцисса. То, что я читаю в комментариях, то, что я вижу на самом деле даже у других психологов, которые также пережили какой-либо абьюз в своей жизни, пережили встречи с нарциссами. Одна и та же ошибка. Даже когда вы пишете о том, что это грандиозный враг, это какие-то особенные люди, это что-то такое сверхъестественное, вы допускаете ошибку. Вы сразу же этого человека высоко оцениваете. Негативно или позитивно, но вы приписываете ему какие-то сверхкачества. Качества сверхчеловека. Тогда как он никаким сверхчеловеком не является. 50% сторон его психики, да, такие как вот это вот грандиозное умение подать себя, 50% из всех его сторон психики, такие как, допустим, демонстрация себя в нужном свете, умение преподнести себя. Его тактика горячо-холодно туда же относится. Все эти вещи он делает не специально, а они вшиты в него из-за того, что он перенес травму. И вот эта тактика горячо-холодно, как правило, вот в большинстве случаев она связана просто с тем, что у него, ну, как и полярное расстройство идет, то есть у него сменяется хорошее настроение, плохим, ну, так называемая маниакальная фаза, сменяется фазой депрессии. Понимаете, поэтому и вы не можете как по-логически его понять. Вы уже однажды влюбившись в него, начинайте приписывать ему сверхкачество, начинайте приписывать сверхлогику всем его поступкам. Ничего такого особенного в этом нет. Смиритесь. Вы можете любить или ненавидеть этого человека, но смиритесь с тем, что это далеко не сверхчеловек. Как правило, они не обладают суперкрасивым телом. Только единицы нарциссов могут долго находиться, соответственно, в стадии идеи, какой-то, да, там поддерживать свое тело. Потому что, как правило, как только у них наступает депрессивная фаза или что-то их выбивает в депрессию, а психика у них достаточно слабая, они уже не могут концентрироваться на своей идее и распускают свое тело, да, или отъедаются, или как-то чересчур худеют, там уже в зависимости от их склонности. Итак, это первая установка. Мы должны перестать высоко оценивать нарцисса. Как с точки зрения позитива, так и с точки зрения негатива. Это просто обычный человек. Это обычный разрыв. И вам надо свыкнуться с этой идеей. Понимаете, это уже нездоровая идея внутри вашей головы, что это особенные люди. Это не особенные люди. И как вас в вашей жизни наверняка покидали разные люди, так рано или поздно покинет вас ваш нарцисс. Он уйдет либо сам, либо вы это спровоцируете. Вот и все. Второй момент. Вы должны перестать переоценивать нарцисса. Он видит ваш восхищенный взгляд. Он слышит ваши восхищенные речи. Он чувствует и наслаждается тем, как вы грандиозно любите его. И, соответственно, он любит все грандиозное. Он любит ваше внимание. Он любит ваши страдания по нему. Поэтому вы должны перестать ему это давать. Понятно, что первое время вы будете это чувствовать. Но вы должны сыграть эту вещь. Решиться для себя раз и навсегда. Перестать давать кормежку для нарцисса. Если это не нарцисс, это нисколько его не тронет. Человек останется с вами. Несмотря на то, что вы супер не восхищаетесь им. Несмотря на то, что вы теперь целостная личность. Несмотря на то, что вы можете слегка поконкурировать с ним. Вы можете указать ему на его недостатки. Найти эти недостатки и указать на них. Главное, что человек, который гармоничная личность, он сможет с этим справиться. Он сможет это перешагнуть. Какие-то ваши немного едкие подколы. Какие-то ваши замечания по поводу его внешности, допустим. Успеха в том или ином деле. Нарцисс никогда этого не сможет пережить. Вы не только таким образом отрубаете ресурс его. Но еще немножечко и забираете у него этого ресурса, который был забран до этого у вас в целом. Поэтому, соответственно, понимаете, здесь очень важно, чтобы не только вы убегали от нарцисса, а и нарцисс убегал от вас. Разрывал с вами дистанцию. Чтобы ему стало с вами некомфортно. Чтобы вы вступили в с ним такую маленькую конкуренцию. За все, за внешний вид, за материальные блага, за что угодно. То есть, кто больше заработает, кто лучше выглядит и так далее. Вы можете выбрать любую. Они врубаются в любую конкуренцию. То есть, для них болезненна любая тема, в которой вы можете быть лучше. И что нужно сделать? Нужно в первую очередь взять и начать демонстрировать нарциссу ваше превосходство. В чем бы то ни было. И тогда нарцисс снизит с вами общение. Перестанет звонить первым. Перестанет как-то выводить вас на прямой контакт. Пожалуйста, не провоцируйте это. Доведите свою стратегию до конца. И вы не провоцируйте нарцисса на этот контакт. И все будет замечательно, дорогие друзья. Есть несколько у меня живых примеров, когда была подруга у девушки. И она даже в чем-то пыталась ее копировать. Очень часто мне пишут женщины, что у них есть подруга-нарцисска. И берут консультации по этому поводу, которые их копируют. И, соответственно, на основе этого копирования, они такие нарциссские истерички, они как бы еще и конкурируют, внушают себе, что они как бы копируют, но немножечко лучше это делают. Ну, как им считается, с такой грандиозностью копингсы совершается. И в чем смысл? Если нарцисс копирует вас, вгубайтесь и в эту конкуренцию. Делайте что-то лучшее, чтобы он, не знаю, заколебался там менять эти прически. Чтобы, соответственно, вы, когда с ним общались или с ней всегда, соответственно, были на высоте. Когда он будет рассказывать вам о том, что он сходил в какое-то заведение, в котором вы уже были, да, и будет хвастать, как ему там было хорошо, потому что он же копирует вас, скажите, что вы были где-то еще лучше. Скажите, что вы ожидали от него, что он пойдет не в это заведение, а в другое, которое еще лучше, которое еще дороже. В общем-то, везде немножечко как бы скрытый негативный оттенок. В каком-то случае даже можно сказать, что это отзеркаливает технику самого нарцисса. У нарциссов слабая психика. Они не могут удержаться в долгой конкуренции, в отличие от парноялов. И сначала они в нее всегда ввязываются, нарциссы всегда ввязываются в какую-либо конкуренцию, а потом от нее бегут. Потому что психика долго не выдерживает находиться в напряжении. Неважно, конкуренция между мужчиной, женщиной, это парой, или, соответственно, конкуренция между друзьями, везде им будет некомфортно. Это люди, которые не терпят долгого, соответственно, конкуренции, долгого прессинга. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам убежать от ваших нарциссов по возможности. Если это не ваши дети, не вашей папы, мамы, если это недолгий какой-то брак, постарайтесь, если вы смотрите это видео, вы уже сформировали эту идею, что нужно уходить от нарцисса, и постарайтесь ее в вашей голове дозакончить. Как только она сформируется в голове, все, что я сказал, примите это, примите, что нужно уходить, и нужно, что-то обычные люди, нужно перестать их восхищаться. И вот эти вот эмоциональные флешбеки, вы сами их высоко цените, все, что у вас вплывает в голове, связанное с ним. Поймите, что тысячи людей, что, скорее всего, в вашей жизни, вы просто такого тет-на-тет интересного партнера, собеседника, значит, не получали. Почему, значит, не получали? Потому что у нарциссов все немножко, как и у истериков, не по-настоящему. Они выбирают всегда стратегию больше казаться кем-то, чем быть кем-то на самом деле. Поэтому это не конечная точка в эксклюзивности человека. И это совершенно не самый сильный тип личности, да, у которого можно прям сверх чему-то научиться, кроме каких-либо манипуляций. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, дорогие друзья, у меня есть видео про диабет, которое я вас всех прошу посмотреть, потому что это очень-очень важно. Данное видео, я думаю, что всплывет в подсказочках. И сейчас суть в том, что у меня даже у моих знакомых недавно маме моего близкого друга отрезали ногу как раз из-за того, что, ну, пошли вот эти вот диабетические отсложнения. Ну, там было много проблем. Там были проблемы и с сосудами, и с фарикозом, и долго все это длилось, и была диабетическая гангрена. И там, ну, как бы я не участвовал в лечении, поэтому не могу сказать, что явилась первопричина. Но, в общем, диабет – это очень серьезно, потому что сама в итоге все-таки гангрена и прочее – это, конечно же, абсолютно диабетная история такая. И они очень поздно начали лечить диабет, очень поздно спохватились, очень поздно донесли своему родственнику, она у них жила в области, и донесли, что нужно приезжать в город и лечить это дело. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что диабет – это такая вещь, о которой многие не знают в России. Все знают о коронавирусе, все знают о ВИЧ. Диабет не менее опасен. Несите это до своих родственников, покажите им мои видео, проверьтесь на диабет, сдайте индекс HOMO-IR, дорогие друзья, и следите, пожалуйста, за собой, чтобы были здоровы не только вы, но и ваши родственники. И я еще раз прощаюсь с вами. С вами был Грацов Сергей. Не забудьте о моем видео про диабет. Субтитры сделал DimaTorzok